Еще раз спасибо организаторам за приглашение теперь уже прочитать доклад про термогенетику, состояние ее, текущее и перспективы развития. Начнем с того, что в принципе я недавно прочитал доклад на конференции онлайн, которую организовал один наш коллега, он генетикой занимается, такой Олег Гусев. Он попросил вообще сделать такой доклад, значит, «История одного открытия». И попросил меня про термогенетику рассказать, но немножко добавить, рассказать ее в лицах. Я рассказал, в принципе, мне формат понравился, потому что оказалось, что людей иногда интересуют просто графички, и иногда интересуют вообще, особенно молодых ученых, а как происходит так, что ничего не было, а потом что-то появилось на каком-то месте. И, соответственно, здесь много вчера как раз говорилось об оптогенетике. Понятно, что одно дело глаз и сетчатка, оно там прозрачное, туда свет попадает хорошо, другое дело, там мозги, мышцы, сердца и прочие, значит, темные материи человека, куда свет проникает плохо. И, значит, поэтому, ну, какие-то оптогенетические методы там работают в любом случае в формате, значит, имплантации какого-нибудь прибора внутрь животного, что тоже не очень хорошо. Значит, потом, соответственно, тоже вчера звучало, что всякие ченлородопсины там и прочие опсины, они довольно плохо проводят ионы, и, соответственно, поэтому в ряде случаев, ну, если у вас там сильный, хороший промотор, то и много белка экспрессируется, то вам удается активировать какие-то клетки, ну, допустим, нейроны, да. А в каких-то случаях, если промотор слабенький, если вы хотите пометить какую-то субпопуляцию там габаэргических нейронов, да, у вас есть промотор, но он такой слабый, что экспрессируется там совсем мало и активировать уже там сложно, да. Вот, и вам надо сильно светить. А сильно светить, это тоже вчера звучало, это фототоксичность. На самом деле не только глаз помирает, когда в него много света, значит, засветить, но любые клетки, это знает любой человек, который занимался когда-то флуоресцентной микроскопией живых клеток, если мы немножко больше света, значит, подкрутим, то, значит, будет плохо. И потом, значит, мы, значит, там не стоит забывать о том, что есть такие мелкие лабораторные животные, как, например, рыбка или дрозофила. И дрозофили мы не можем имплантировать оптоволокно в мозг, как бы, да, он у нее слишком маленький. И рыбки, мальку рыбки тоже не можем, потому что рыбка тоже слишком маленькая. И поэтому, если мы светим на нее просто сверху синим светом, у рыбки есть глазки, соответственно. И глазками она этот синий свет видит, ей это неприятно, она пугается, и мушка тоже. И, как бы, мы имеем проблему, что у нас не специфический вот этот зрительный ответ, как бы, да, то есть он с точки зрения эволюции специфический, да, с нашей точки зрения, когда мы хотим какой-то активировать оптогенетикой нейрональный контур в их, значит, голове, мы имеем также не специфический ответ. Ну и, наконец, собственно, уже с точки зрения трансляции, это иммунный ответ, то есть когда мы экспрессируем любое чужеродное, там, апсин какой-то из бактерий, археи, водоросли одноклеточные, мы имеем справедливо совершенно иммунный ответ организма, который пытается, те клетки, которые это экспрессируют, пытается, соответственно, рано или поздно уничтожить. И, в принципе, глаз это считался таким органом, где иммунной системы нет, но и там в прошлом году, значит, нехорошие ученые нашли Т-клетки резидентные, да, вот, оказалось, что и там есть иммунная система, но другое дело, что, наверное, она не так активна, как в других каких-то органах более доступных. Ну вот, и, соответственно, вот эти все, когда мы начинали термогенетику, значит, мы про какие-то из этих недостатков знали, про какие-то еще не знали, вот, но, собственно, дальше, наверное, стоит сказать, что, ну, то, с чем мы начали работать когда-то много-много лет назад, эти ионные каналы, за них, вот, два года назад, ну, полтора-два, значит, уважаемые господа, значит, Джулиус и Потапутян получили Нобелевскую премию, что нам, конечно, было очень приятно, вот, хотя, с другой стороны, стало понятно, что нам уж точно не дадут, как бы, даже если термогенетика войдет в клинику, значит, то уже все, как бы, да, но, тем не менее, значит, эти господа получили Нобелевскую премию за открытие, собственно, молекулярных рецепторов температуры и прикосновения, да, ну, то есть, условно говоря, механо-рецепторы и терморецепторы. В моем докладе в основном речь пойдет про терморецепторы, которые, соответственно, Дэвид Джулиус открыл. И, собственно, что это за термочувствительность, про которую идет речь, она у нас у всех есть, то есть, вот, ну, у всех животных она есть, это вот змея, у змеи есть на кончике носа, ну, не у всех змей, но у так называемых ямкоголовых змей есть на кончике носа такой орган-ямка, который, по сути, тепловизор, он иннервирован нейронами, густо, значит, экспрессирующими рецептор, значит, тепловой рецептор. А, соответственно, вот эта мышка-вампир, у нее тоже такой расплющенный нос, и он фактически тоже тепловизор, и в нем другое семейство терморецепторов, но другое подсемейство того же семейства, как бы, да, это все, чтобы змейка или мышка, значит, в ночи видели теплокровную добычу, значит, и либо хотели ее съесть, либо хотели найти и, значит, пососать ее кровь в ночи, как вот делают, например, летучие мыши с коровами. А это то, как Рене Декарт представлял себе температурную чувствительность человека, значит, что вот этот вот странный человек зачем-то, значит, положил ногу в костер, и вот у него, ему явно горячо, как бы, судя по страдальческому лицу, и у него есть какой-то такой корт, да, который идет из ноги через спиной мозг куда-то в головной, да, то есть он совершенно прекрасно себе представлял, не имея таких вот прямых электрофизиологических экспериментальных данных, тем не менее, совершенно правильно предсказал, как эта термочувствительность реализуется у людей. Вот, ну, а у нас это все, ну, вот, когда мы берем там чашечку с кофе, вот она там тепленькая, вот это ровно те самые терморецепторы, которыми мы чувствуем тепло, холод, ну, в общем, любые температуры. Это все катионные каналы семейства ТРП или ТРП, значит, каждый из них чувствует какую-то свою температурную зону, да, есть там горячие каналы, которые открываются, когда мы трогаем что-то горячее, есть холодные, соответственно, когда мы что-то холодное трогаем, у них у всех есть растительные алкалоиды-агонисты, да, то есть чили, значит, когда мы едим перец чили, у нас капсаицин открывает вот эти горячие ТРП-каналы, и, значит, мы чувствуем, что горячо, как будто, а ментол открывает, наоборот, холодовые каналы, и мы чувствуем, как будто холодно, вот. И, соответственно, вот если дальше в лицах, да, то в то время, когда я, вот это я, где-то там на 15 килограмм моложе, вот, а это Сергей Лукьянов, заведующий лабораторией молекулярных технологий, где я тогда был у него постдоком, значит, я делал флуоресцентные сенсоры, про которые речь пойдет во второй части сегодняшнего дня, как бы, а, значит, я работал, значит, вот над этими сенсорами, и в то время в лабораторию пришел, ну, он приходил, он еще до меня приходил, и когда я был, тоже приходил периодически пить чай, такой ученый Юрий Панчин, значит, совершенно замечательный ученый, молекулярный эволюционист, я не знаю, как это можно написать, вот, ученые, они обычно, когда что-то делают, но идея исходно принадлежала не им, они это всегда тщательно скрывают, вот, но я так как уже в меньшей степени ученый, а в большей администратор, я, значит, должен раскрыть тайну, что, значит, вот вся оптогенетика, которую мы сейчас делаем, она выросла из одного из визитов Юры Панчина в лабораторию Сергея Лукьянова, когда он сказал за чаем, ребята, слушайте, а вот тут недавно открыл, значит, один дядька, каналы термочувствительные, и они на нагревание открываются, и, соответственно, а в то время уже немножечко-немножечко была оптогенетика, это, наверное, был год где-то 2004, он говорит, что, смотрите, у вас еще есть флуоресцентные белки, а тогда вся лаборатория Лукьянова занималась флуоресцентными белками, а у флуоресцентных белков низкий квантовый выход бывает, бывает хороший, а бывает плохой. А что такое у флуоресцентного белка плохой квантовый выход? Это значит, на 10 поглощенных фотонов он там один или два высвечивает, а 8 диссипируется в тепло. И он говорит, поэтому, если мы к такому каналу пришьем белок флуоресцентный, который будет диссипировать в тепло, он будет этот канал греть, и, соответственно, мы светом сможем его открывать. И у нас будет такая альтернативная, значит, оптогенетика на тепловых каналах. Ну и никто как-то не возбудился от этой идеи, потому что тогда был чёс там по флуоресцентным белкам, там надо было публиковать много статей, вот, а я что-то немножко был в стороне от мейнстрима этого, и я говорю, ну, надо попробовать. Почему нет? Флуоресцентные белки есть, каналы какие-то мы где-то добыли, и вот у меня тогда была, значит, Ксения Марквичева уже тогда то ли на дипломе, то ли где-то там в ранних стадиях аспирантуры, я говорю, слушай, давай пошьём, как бы, каналы с флуоресцентными белками, и попробуем на них посветить, и кальций, значит, позапускать в клетке. И, соответственно, это вот следующий был, как бы, в лицах, если игрок. И дальше, соответственно, был Дэвид Джулиус уже, который нам эти каналы предоставил, и на самом деле мы много играли с этими каналами, у нас ничего не получилось, то есть мы пришивали такие белки-сякие к этим каналам, к тем, и дальше, ну, светили разными лазерями, ничего не получилось. Вот. Ну и мы как-то так по пятницам делали эти эксперименты вечерком, да, то есть не было основной, как бы, идеи, поэтому этот проект довольно долго длился. И в какой-то момент, значит, я вдруг понял, что, вообще говоря, мысль-то была довольно глупая, как бы, да, потому что зачем шить флуоресцентный белок и использовать зелёный лазер, чтобы подогреть, когда можно инфракрасным лазером просто подогреть напрямую, не используя ни киев флуоресцентные белки. И в этот же момент Дэвид Джулиус выпустил свою статью про как раз каналы, которые у змей ответственны за это всё хозяйство. Я даже вот нашёл где-то у себя в e-mail письмо, где я прошу этого Джулиуса, значит, прислать мне эти каналы ТРП-1. Я вот ему пишу, что у нас, как бы, позитивные результаты с ТРП-3, но вообще не очень, как бы, да. И он мне пишет, что вот давай я тебе пришлю, значит, этот канал из змей. Вот, и это, собственно, как бы, в этот момент и родилась, наверное, вот эта идея, как бы, что мы просто можем тепловой канал брать и греть его инфракрасным лазером, не используя никаких добавочных инструментов. И здесь надо сказать, что до сих пор, к моему удивлению, есть люди, которые хотят греть ТРП-каналы. То есть уже же идея термогенетики, она проникла в умы. Есть люди, которые пытаются греть, например, эти каналы магнитными частицами какими-то, значит, греть их там какими-то ещё странными способами, да. Хотя можно, на самом деле, есть куча способов доставить тепло внутрь, да, ИК, фокусный ультразвук, там, ну, напрямую, да, и подогреть это всё напрямую. В общем, короче, значит, следующий, как бы, такой прорыв был в этой нашей истории, когда я встретил, значит, Алексея Желтикова, которого... Костя Анохин нас познакомил на каком-то, значит, семинаре, и из уст этого господина, значит, звучали всё время инфракрасные лазеры. А мы с Ксюшей, надо сказать, значит, Марквичёвой уже попробовали греть этот змеиный канал просто каким-то двухфотонным лазером на микроскопе, у нас тоже ничего не получилось. Я решил, что, наверное, как бы причиной тому, что мы какими-то неправильными, может, лазерами пользуемся или как-то неправильно, как бы, вообще мы не знаем, насколько мы нагреваем. И Алексей, как бы, рассказывал много в своём докладе на семинаре у Кости Анохина, значит, про какие-то вторые, третьи гармоники, имиджинг. И там всё время был инфракрасный лазер, там инфракрасный... Я говорю, Алексей, у вас, похоже, есть, как бы, вы понимаете что-то в инфракрасных лазерах, и он сказал, значит, кто, как не мы. И вот мы, собственно, начали работать вместе, и, значит, проект весь, фактически, про что я сегодня буду рассказывать до последней части, осуществила Юлия Ермакова, которая вот объединила биологов и физиков, и этот проект, на самом деле, ну вот она таким была основным драйвером. Ну и надо упомянуть Женю Никитина из Института высшей нервной деятельности, который тоже присоединился к нам, и, значит, нам удалось соединить это ещё и с электрофизиологией. И вот что, значит, получилось. Сначала мы смогли откалибровать лазеры с помощью вот этих нано... ну, как не наноалмазов, неправильно, микроалмазов, сопряжённых с волокном. Этот микроалмаз, соответственно, у него есть некий ИК-спектр, и, значит, этот ИК-спектр можно модулировать, значит, вот такая вот проволочка, она сюда подводит СВЧ. И модулировая СВЧ, можно, собственно, менять ИК-спектр, и вот эта зависимость ИК от СВЧ, она зависит от температуры. То есть, грубо говоря, это такой маленький, значит, микроразмерный термометр, с которым можно с точностью до 0,1 градуса померить температуру, и нам удалось, собственно, её померить для тех лазеров, которые, значит, Алексей нам стал, как бы, предоставлять, настраивать. Алексей, его, на самом деле, большая команда, вот, значит, и вот мы откалибровали такими, значит, оптоволокнами лазерные системы. Чем хорошо алмазик, он размером как раз одну клетку, как бы, да, то есть, вполне они друг другу соответствуют, и когда мы греем, значит, алмазик или клетку рядом с ним, мы можем рассчитать, какая там температура. Потому что нам важно было что? Нам важно было нагреть эту клетку не на, там, 20 градусов, 30, да, что, в принципе, вполне достижимо, когда вы светите ЭК лазером, а нагреть на 1-2 градуса и так очень быстро. Вот, и в конце концов это привело к тому, что, значит, мы сделали, выпустили несколько статей, основная из которых, значит, вот эта статья 17-го года, где это уже мышиный нейрон, который экспрессирует змеиный термоканал и там красный белочек, просто, чтобы его подсветить, как бы, да, вот, и здесь вот эта вот красная гребеночка, это импульсы 50 Гц, значит, ЭК, а это потенциалы действия нейрона с той же частотой, здесь вот разверточка вот этого региона, как бы, да, вот видно, что абсолютно, значит, фаза ЭК совпадает с фазой потенциалов действия. Вот, и дальше мы это проверили инвиво, извините, кто этот фильм видел уже, наверное, раз 100, там, из моих каких-то коллег, а кто-то, может, не видел еще, значит, это малек Зибрафиш на второй день, он, соответственно, вот этот желточный мешок у него, голова, хвост, это примерно размер лазерного луча, которым мы греем, а красненькие, это самотосенсорные нейроны, которые у этой рыбки, ну, грубо говоря, отвечают, там, за чувство прикосновения, да, то есть, когда мы ее трогаем, эти нейроны возбуждаются, она пытается уплыть, как бы, вот, и мы вот светим на эту группу нейронов инфракрасным лазером, при этом голову мы заключили в огорозу, а хвост свободно болтается, значит, чтобы мы могли, как бы, ее поведение, да, заснять, и вот эта рыбка, значит, лежит, а это желточный мешок, то есть, не пугайтесь, да, и вот мы светим сюда коротеньким, там, импульсом ИК, и она машет хвостом, потому что ей кажется, что кто-то до нее дотронулся, и она пытается уплыть. И вот, собственно, на этом моменте мы, скажем так, решили, что надо взять паузу, потому что технологию мы сделали, на самом деле нам уже кто-то, ну, кто-то должен потом пойти, заинтересоваться, прочитать статью, сказать, о, давайте мы тоже так будем делать, и год примерно прошел, пока мы вдруг не поняли, что, значит, вообще-то термогенетика, она же, на самом деле, не только для нейронов подходит, потому что основной ион, который, значит, идет через этот канал, это кальций, да, там градиент кальция, он на много порядков выше, чем градиент остальных ионов, и проводимость у него получше для двухвалентных катионов, чем для одновалентных, и мы, значит, сделали такой, как бы, позже, там, ребрендинг немножко, значит, назвали эту систему GEC, Genetically Encoded Calcium Control, вот, и, соответственно, эту часть работы мы уже делали, значит, вместе с Карстеном Шульцем в EMBL, и Юля, собственно, Ермакова к нему поехала, и, значит, вот мы там делали какие-то эксперименты. Карстен, он, на самом деле, специалист по сигналингу, в том числе по липидному сигналингу и по бета-клеткам, инсулин-продуцирующим, и, соответственно, а второй господин, это Роберт Преведил, который тогда только пришел в EMBL, и он там нам, ну, отчасти заменил Алексея Желтикова, потому что нам надо было, чтобы кто-то ИК-сетап нам собрал, значит, в EMBL, и вот, значит, Роберт и его команда это сделали. Значит, какая идея вообще лежит в основе, значит, в основе этого исследования, которое не только для нейронов, да, дело в том, что кальций – это универсальный медиатор конечной функции любой практически постметатической клетки, да, то есть у нас кардиомиоцит там сокращается, когда кальций входит в цитозоль. Бета-клетка вываливает инсулин, когда кальций входит в цитозоль. Значит, даже тот же наш любимый в семи нейрон, значит, из пресинапса, или как Павел Милославович любит говорить, пресинапса, значит, релизит нейромедиатор, когда в цитозоль пресинапса поступает кальций, да, то есть вот это вся, и можно так перечислять, то есть кальций везде, на самом деле, во всех постметатических клетках, как бы генерит вот эту вот функцию, как бы, да, финально. И, соответственно, мы решили, давайте мы поиграем, значит, с инсулином, и это сейчас статья, я ее пытаюсь в разные хорошие журналы пристроить, она на самом деле довольно сложно сейчас пристраиваться, потому что она с одной стороны большая, с другой стороны, как бы, политика тоже, может быть, играет, не знаю, роль, но тем не менее, я ее сейчас уже вывесил там какое-то время назад на биоархиве, поэтому там детали можно, там очень много деталей, а я пробегусь, как бы, так, быстренько по ним. Значит, решили мы, значит, начать с секреции инсулина, то есть это вот такая схема, как этот процесс, в принципе, происходит, да, то есть у нас глюкоза, когда растет в цитозоле, ой, в этой самой, в плазме, да, там, в интерстициальной жидкости, ну, в плазме крови в данном случае, да, глюкоза поступает в бета-клетку, да, значит, эту глюкозу метаболизируют, делают митохондриями АТФ, АТФ затыкает калий-зависимый, АТФ-зависимый калиевый канал, происходит деполяризация, в ответ на деполяризацию открывается, значит, потенциал-зависимый кальциевый канал, и, наконец, вот это самое событие происходит входа кальция в цитозоль, который, значит, инициирует слияние инсулиновых визикул с мембраной и выброс инсулина. И в ряде случаев, значит, вот эта клетка, ну, вообще, вот мы привыкли думать, что есть первый диабет, второй диабет, на самом деле там есть куча подтипов, на самом деле, ну, вот даже второй диабет, да, там разные механизмы, разные подтипы, и в части подтипов вот этот весь механизм, он каким-то образом не реализуется правильно, да, то есть глюкоза есть, инсулин есть, но при этом клетка не производит там достаточно инсулина, например, да, или происходит какая-то дизрегуляция. И мы подумали, что, окей, а почему бы нам не попробовать проигнорировать вот этот процесс, вот в целом, вот эту всю верхнюю часть, и не попробовать поуправлять с помощью вот этих ТРП-каналов и ИК-лазера, что мы и попытались сделать. Здесь, соответственно, это вот эти бета-клетки, которые мигают, в них загружена кальциевая краска, даже здесь, по-моему, это G-CAMP-6 индикатор, да, генетически кодируемый, и видно, что у них кальциевая жизнь, у этих бета-клеток какая-то есть своя, но, значит, ИК их синхронизирует. Вот, и вот это как выглядит квантификация этого всего, да, то есть красная, каждая линия, это импульс ИК, и, соответственно, черная, это G-CAMP-6, то есть видно, что кальциевый профиль прекрасно повторяет, значит, профиль ИК-стимуляции. Соответственно, а это как выглядит инсулиновый релиз, значит, здесь вот эти синие столбики, это контроль, видно, что контроль подрастает, когда мы увеличиваем глюкозу, то есть наши клетки, в принципе, живы, функциональны, на глюкозу отвечают, а вот это красненькие столбики, это когда мы присоединяем ИК-стимуляцию, и мы видим, что, собственно, у нас выброс инсулина растет. Значит, фиолетовый – это вот агонист, алиоизотеоцианат химический, да, а, значит, калий-хлор – это такой, как бы, для бета-клеток мега-потенциатор релиза, да, то есть он высвобождает, как бы, и активный пул, и резервный пул, в общем, там выходит уже все. Вот, значит, и дальше хотелось рассказать, что это, я называю, термогенетика для бедных, но на самом деле она для богатых, потому что драг-скринингами, про которые сейчас пойдет речь, занимаются, конечно, богатые люди, но тем не менее, иногда вместо того, чтобы, значит, Алексей Желтиков вам, значит, генерировал такую сложную оптическую систему, да, для термогенетики, можно использовать вместо этого просто дешевую лазерную, ой, лазерную, PCR-машину, у которой сейчас, тем не менее, в секундной шкале вполне себе, значит, можно менять, нагревать и охлаждать, соответственно, сэмпл, и мы, значит, что сделали? Мы сделали такую систему драг-скрининга, основанную на термогенетике, мы просто эти бета-клетки посадили в PCR-плашку, они в ней растут, и дальше нам интересно, что вот у нас есть библиотека лекарственных соединений, в данном случае это была библиотека FDA-approved drugs, да, то есть просто вот все лекарства, которые там, значит, заопровлены FDA, вот, и нам было интересно, вот эта вот стадия последняя, когда кальций входит в клетку и индуцирует слияние визикул, вот есть ли среди вот этого всего многообразия лекарств, какое-то лекарство, которое этот процесс ингибирует или, наоборот, потенциирует, да, то есть вот как бы, как нам такой дизайн создать, вот мы, собственно, дальше, что здесь, да, мы здесь читаем инсулин, да, то есть просто отбираем из этой плашки и оликвоты, и элайзой смотрим на инсулин, вот просто, супер просто, да, дальше мы читаем базовую линию, потом ставим эту плашку в PCR-машину и апплицируем вот какой-то такой профиль, да, то есть там несколько секунд, там мы, ну, или там 10, 20, 30, мы нагреваем, охлаждаем, несколько импульсов даем таких вот ИК, ну, не ИК, точнее, а нагрева. И дальше надо, значит, не забывать, что у нас в каждой лунке есть какое-то лекарство, и мы дальше читаем второй, как бы уже второй раз отбираем аликвоты, да, делим условно сигнал одной на сигнал другой, и мы получаем те соединения, которые, собственно, у нас либо заингибировали, либо активировали именно вот этот термогенетический релиз инсулина, да, то есть вот этот именно вторую часть, последнюю часть этого пассвея. Ну, и на самом деле я не буду тут перечислять там все эти компаунды, которые мы нашли, скажу лишь, что мы не нашли ни одного, который это ингибирует, а это значит, что среди тех драгов, которые сейчас используются, значит, ингибировать вот этот финальный релиз, и вот этот фьюжн-визикул, как бы, с мембраной, таких драгов нет. Но зато мы нашли порядка 30 веществ, в ряду которых такие довольно, скажем так, занимательные вещества, которые любит молодежь, которые на самом деле, они потенциируют релиз вот этот термогенетический именно, при том, что сами они не приводят к выбросу инсулина. У нас, естественно, был контроль, где просто мы же должны знать, может быть, мы это лекарство добавили, и без всякой ПСР-машинки у нас оно индуцировало выброс инсулина. Такие тоже были довольно много, но вот там порядка 30, они активируют самую последнюю фазу. Вот, значит, что еще здесь нужно отметить, то, что была такая проблема. Мы все работаем с животными, а некоторые люди странные работают с растениями. И они, соответственно, физиологи растений, и они тоже хотят все те же игрушки, которые у нас есть. То есть оптогенетика, генетически кодируемые сенсоры и прочее. Но проблема в том, что лист непрозрачный, он поглощает какие-то длины волн, какие-то, значит, наоборот, он не поглощает, в общем, и, кроме того, если мы канал родопсин экспрессируем в растении, то, понятно, он у нас светочувствительный, и растение светочувствительное, либо оно не растет в темноте, либо канал родопсин все время работает, как бы. Ну, то есть получается некая чехарда. Кроме того, кальций, на самом деле, это для растений один из самых важных мессенджеров, потому что он не просто вот как у нас там внутриклеточной коммуникацией занимается, да, то есть он вторичный мессенджер в клетках. А в растениях, на самом деле, кальциевые волны, они распространяются даже между органами растений, да, там корень, там гиппокотель, там листья. И на самом деле такой очень важный медиатор, и растительные люди всегда хотели управлять этим кальцием. И когда мы только начинали термогенетику, мы как бы некий фидбэк имели, что, ребята, если вы такое сделаете, мы будем счастливы, значит. И вот Райнер Ватт из, это такой Center of Organism Studies Хайдельбергского университета, он, собственно, как бы нашел применение этому нашему змеиному каналу. И здесь это корешок трансгенного робидопсиса, который экспрессирует змеиный ТРПА-1 канал и генетически кодируемый индикатор кальция. А это вот лазер, собственно, это пятно, просто, да, чтобы было понятно, как бы сравнительный размер, чем мы светим. И мы импульсами стреляем по кончику этого корешка, и мы видим, соответственно, волну кальция, которая от этого кончика разбегается вверх. И в статье, если кому-то интересно, там более подробно, как это все между корнем и гиппокотелем распространяется, что оно там с разной динамикой, что внутри органа динамика одна, между органами динамика другая и так далее. Вот, то есть фактически, ну, и тут надо понимать, что это ИК-лазеры, то есть все это время я говорю про лазеры с длиной волны от, там, 1050 до, там, 1450 примерно, вот этот рейндж, то есть в зависимости от объекта мы выбираем там разные лазеры инфракрасные, чтобы этим всем светить. Значит, дальше, соответственно, как бы мы, дальше мы начали думать, что окей, если оно все так замечательно работает, но последний недостаток оптогенетики, про который я писал, это иммунная система, да, то, что она, как бы, может атаковать, он со змеиными каналами никак не решается, как бы, да, потому что что змея, что, значит, водоплавающая водоросль, значит, какая-то, она, это все чужеродные организмы. Вот, но тут мы вспомнили, что, соответственно, у нас у всех есть наши собственные ТРП-каналы, температуры чувствительные, подумали, что если уж что-то в терапию, значит, пытаться превратить, то, наверное, это надо делать с человеческими каналами. Здесь как раз пришел Олег, и я вот намеренно автовоспроизведение вот этого видео, я, значит, остановил, я не буду вам его показывать, потому что вам его покажет Олег, то есть, да, то есть это такой, как анонс, анонс доклада Олега сегодня про, значит, то, как мы с помощью уже человеческих каналов управляем мышиными мозгами. Вот, а потом, соответственно, пришли в мою лабораторию вот эти два господина, Александр Балацкий и Андрей Можаев, которые взялись за тяжелое дело, собственно, управлять ритмом сердца с помощью этих же самых каналов. И так как их сегодня нет, то про этот кусочек я немножко, ну, не то, что расскажу, а покажу его результаты, то есть мы на самом деле, здесь вот это просто кардиомиоциты, выделенные, если я правильно помню, неонатальные, которые уже экспрессируют РПВ-1 канал из человека, и, соответственно, видно, что, значит, они как-то сокращаются, а потом, когда мы ИК-ритм начинаем им навязывать лазером, они начинают этому ИК-ритму следовать, а контрольные клетки не начинают, то есть, чтобы вы понимали, что контроль мы тоже не забыли поставить. Вот. И, соответственно, а это то, как выглядит, это все уже ин виво, то есть сердце, соответственно, в сердце доставляется, ну, путем системной инъекции, как бы в организм мыши аденоассоциированного вируса, в сердце доставляется, значит, РП-канал под соответствующим промотором, и вот здесь вот видно, что это сердце мыши бьется с частотой, если я правильно помню, 2,8 Гц под анестезией, она так немножко подзамедляется, как бы под изофлурановым наркозом, да, но дальше вот мы вот здесь, в этом месте, начинаем стрелять по нему ИК-лазером, и примерно через 15-20 импульсов ИК мы навязываем ему вот этот 5-герцовый уже ритм, да, которому, значит, это сердце следует, а потом, когда мы выключаем, оно возвращается на свой нормальный ритм, это как раз вот эта переходная фаза показана, да, то есть вот где оно бьется еще со своим ритмом, но уже мы стреляем ИК, и вот мы, хопа, здесь вот мы навязали ритм, и оно, соответственно, бьется теперь в соответствии с этим ритмом. Для чего это нужно, на самом деле, ну, как мы думаем, если мы, ну, аритмологи говорят, что есть действительно такие пациенты, мы им верим, что инвазивная кардиостимуляция с помощью электродов иногда ведет к тому, что там кончик электрода, который касается миокардом, он точно так же, как вот в мозгу есть глиоз, как бы, да, он тоже зарастает каким-то, каким-то там фибротическим рубцом, там какая-то иммунная система приходит, и кроме того, там циркулирующие бактерии начинают жить, которые иногда устраивают локальный сепсис, соответственно, и там может быть просто перфорация септическая миокарда, и таким людям, как бы, с одной стороны нужна кардиостимуляция, с другой стороны, они не могут жить с кардиостимулятором, да, и поэтому вот мы надеемся, что для таких пациентов мы со временем, значит, разработаем такую терапию, ну, точнее, мы ее уже вот разрабатываем, да, когда мы можем с расстояния, там, например, имплантированным диодным лазером, там, куда-то в перикард, значит, стрелять по миокарду, значит, этим пациентам, либо вообще сфокусированный ультразвук использовать. Здесь немножко таких картинок, как бы, да, красивых, от чего зависит, будет сердце биться или нет, зависит, на самом деле, значит, не в последнюю очередь от титра вируса, да, то есть здесь, соответственно, видно, что 4, там, на 10 в 11 вирусных геномов и эффекта нет, а 6 на 10 в 11, там, немножечко, в полтора раза больше, да, то есть есть некий треш-холд, оно уже бьется достаточно эффективно, вот, и, соответственно, одно от сиротипа вируса, естественно, тоже зависит, вот, и последняя, как бы, часть работы, это как раз возвращаясь к секреции инсулина, мы, естественно, начали с человеческими каналами тоже пробовать с этим всем работать, и вот как раз Андрей Мажаев, он работает с островками Лангерганса, значит, выделенными, трансфицированными, значит, этим, трансдуцированными этим вирусом, вот мы тут тестируем два разных сиротипа вируса, как они, соответственно, просто доставляют, то есть эта вся работа, она начинается, на самом деле, даже не с термогенетической стимуляции, а с попыток понять, а какой, на самом деле, сиротип вируса лучше трансфицируют эти островки, да, вот, ну, для начала просто с G-Camp 6 сенсором, прежде чем туда уже канал доставлять, вот, ну, и, соответственно, здесь мы используем ту же самую, значит, стратегию с ПЦР-машинкой, просто культивируем островки в плашке или в стрепе ПЦР-ном, вот, и, соответственно, даем нагрев, отбираем повторно, чтобы померить элайзы инсулин, ну, и потом положительный контроль, соответственно, капсаицин, ну, и вот, там, результаты примерно такие, что в контроле более-менее ничего не меняется, как бы, а вот этот зелененький столбик, как бы, это как раз простимулированные островки, там, нескими циклами ПЦР-машинки, вот, а синий – это капсаицин, да, то есть видно, что мы все еще не достигаем максимального релиза, но, может быть, это и хорошо, потому что мы можем более-менее создать управляемую систему, но пока что вот эти эксперименты, они на пути в инвиво, да, то есть мы сделали несколько экспериментов, там, пытаясь эти островки подсаживать в мышь, как бы, куда-то там, в ногу ей и так далее, но так, инвиво пока что не очень хорошо сработало, но рано или поздно, я думаю, сработает. В общем, таким образом, как бы, получается, что термогенетика довольно универсальная штука, которая позволяет управлять любыми клетками, на самом деле, которые управляются кальцием, и будь то мозг, сердце, какие-то железы внутренней секреции, или что мы еще там можем подумать, да, вот. А в качестве источников тепла, на самом деле, конечно, самым перспективным является сфокусированный ультразвук, потому что это такая штука, которую может за доли секунды на любую температуру нагреть любую, как бы, небольшую область в организме на, ну, там, можно на, там, 1 градус, можно на 10, то есть, ну, как скажете, как так и нагреет, да, то есть это очень такая технология, которую можно неинвазивно использовать для того, чтобы что-то греть внутри точечно. Но это совсем другая история, про нее когда-нибудь расскажем, там, через пару лет, чем наши игры, значит, с фокусным ультразвуком закончились. Ну и на этом, собственно, у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Я забыл, что я же и модератор просто, да, извините. Но я не буду бегать туда, как бы, менять роль. Еще нет. Сейчас уже, да, по-моему. Да-да, сейчас включился уже. Сейчас уже два микрофона друг в друга, мне кажется, начинают наводки давать. Да, давайте вот этот, который у Алексеевича. Спасибо. Фирс Сеченова. Огромное спасибо. Прямо вот, как бы, встали на цыпочки, заглянули за горизонт. И увидели там что-то блестящее. Вопрос такой. Я понимаю, что насколько фокусируется ультразвук, пока спрашивать рано, да, наверное? Нет, вообще, можно, сможете спросить. Сколько? Сопоставим мы с вазером? Да, ну, то есть, можно за доли секунды нагреть на любую температуру. Нет, а локализацию, да. Локализацию вы определяете, собственно, геометрия линзы акустической, или там несколько стратегий реализации, как вы можете сфокусировать ультразвук. Ну, принцип один и тот же. Вот как вы свет сфокусировали на, там, когда вы в детстве поджигали линзой таракана, как бы, да. Вот точно так же, как бы, звук можно сфокусировать, и только в этой точке фокуса будет происходить нагрев. Фокусировать вы можете, пропустив, как бы, вот, ну, ламинарный, условно говоря, свет через акустическую линзу. Можете сделать сразу трансдюсер изогнутый, с заданной геометрией, такой полусферический, да, и он будет фокусировать, ну, вот, этот пьезо. Нет, в принципе, я понимаю, а реализация, то есть, действительно, получается локально? Да, ну, воксель, который мы греем в типичном случае, это 1 на 1 на 7 миллиметров. То есть, это такой воксель, который вытянут немножечко вдоль оси геймпульса. Вдоль оси, да, да, да. Ну, вот, возвращаясь к лазеру, значит, правильно я понимаю, что вы можете оценить локальную температуру нагрева, да, наверное, можно проградуировать. Да. И правильно ли я понимаю, что изменением не мощности лазера, а скваженности импульса можно эту температуру градуально менять? Да. И тогда, соответственно, делать не бинарную систему, а градуальную. Можно мощность менять, можно, значит, по разному, ну, частоту импульсов там и так далее. И, в принципе, для каждой системы наши коллеги физики стараются делать расчет некий, да, потому что у них с математикой хорошо все, да, и они могут посчитать, зная параметры ткани, более-менее, как будет, значит, и на какую глубину, и какая будет геометрия распределения тепла в этой системе, да, и считать, соответственно, какую зону мы греем тоже, насколько, ну, и так далее. То есть, в принципе, это всегда надо учитывать, потому что иначе вы просто, ну, систему можете спалить, вот, или сварить, даже здесь правильнее, наверное. Можно сварить, можно зажарить, как бы, да. Спасибо. Какая минимальная температура? Минимальная температура, ну, вообще, как бы, обычно для любого такого канала достаточно от 1 до 3-4 градусов нагреть его, чтобы сработал канал, и здесь, на самом деле, важнее, как бы, скорость нарастания, то есть эти каналы очень хорошо отвечают на быстрые температурные рампы. Если вы греете медленно и постепенно, он не откроется, как бы, а именно, вот, это, наверное, что-то эволюционное, да, потому что мы не хотим, чтобы наши тепловые каналы срабатывали, когда мы выходим на улицу, а там жарко, например, да, то есть мы хотим, чтобы это, ну, с точки зрения эволюции, да, то есть всегда чувствование температуры, это чувствование, скорее, быстрых изменений температуры, вот. Вот, поэтому, но технически в экспериментах, вот там, где я показывал 50-герцовую гребенку, это вот фактически с частотой 50 герц клетка нагревается и охлаждается на 1 градус. Да, да, 1-2 максимум, да. Ну, у меня вопрос даже не столько к термогенетике, сколько вообще ко всем подходам вот такой, как бы, генной терапии. То есть сколько длится вот экспрессия чужеродного гена, привнесенной аденосоцированным вирусом? Насколько понимаю, это несколько лет максимум. И, то есть, это предполагает, что последующие инъекции этого вируса дальше и дальше. И, ну, как бы, да, есть ли какие-то оценки сейчас, сколько это действительно, и есть ли какие-то пути, ну, как-то это удлинить, то есть сделать экспрессию более такой длительной, постоянной? Ну, это хороший очень вопрос, и на него ответили многие из людей, которые сейчас оптогенетику пытались привести в клинику, да, то есть там есть долгосрочные эксперименты на хрюшах, которые говорят, что хрюшка экспрессирует, ну, там, пару лет может экспрессировать там какой-то ченнелородопсин, если ей, естественно, поддавливать иммунную систему и не давать, значит, его есть. Но это вот у меня коллеги для мышц, по-моему, такое исследование делали. Что касается удлинения, то есть рано или поздно он, как бы, исчезнет, да, но есть сейчас какие-то сиротипы ААВ, насколько я помню, которые интегрируются в какие-то Safe Harbor сайты, и, соответственно, вот такие именно интегративные, но не как лентивирусы или ретровирусы, которые рандомно интегрируются в любое место генома и могут там вызвать какую-то онкотрансформацию и так далее. А если оно встраивается в Safe Harbor сайт, то, соответственно, там он остается, ничему не вредит и остается навсегда. И я думаю, что к тому времени, как мы настроим, значит, эту систему более-менее, как бы, идеально для разных органов, да, уже те люди, которые делают разные генные терапии, да, и только этим и занимаются, они как раз еще наоткрывают. Уже там есть какие-то сиротипы, которые так умеют. Если с Криспером соединить это, и чтобы он шел в конкретный локус. Это очень правильно было бы, кроме того, что пока что эффективность Криспера очень низкая, особенно ин вива. Ну и вот мы тоже в РНИМУ, у нас там есть группа, которая работает там над повышением эффективности. То есть сейчас, на самом деле, над повышением эффективности Криспер-Касс работает очень много тоже народу. То есть рано или поздно там критическая масса будет такая, что ее быстро доведут до... Сейчас, на самом деле, тут же можно разные подходы. Вот у меня коллеги в Геттингене, которые, значит, генетически модифицируют там аритмичные сердца, они что делают? Они берут клетки пациента, выращивают из них, значит, IPS-ы. IPS-ы, соответственно, именно... Ну, они не Криспер, а, по-моему, Толен используют. Ну, неважно, в общем, геномное редактирование. Они встраивают туда правильную, исправленную версию ионного канала, который поломан у пациента. И дальше они, соответственно, этот пэтч... Выращивают пэтч сердечной ткани просто, да, и этот пэтч сращивают в правильном месте с миокардом, так, что оттуда потом распространяется нормальная активность. То есть у них на свинках уже эти эксперименты прошли. Сейчас, насколько я знаю, они как бы пытаются уже что-то на людях делать. То есть здесь можно как бы по-разному немножко подходить, да, к вопросу. Потому что вирусы... Понятно, что вы один раз ввели этот вирус, а второй раз через два года как бы вы его введете, эффективность будет ниже, потому что иммунная система начнет с ним бороться. Надо либо большую дозу вводить, чтобы, условно говоря, вирус успел заразить клетки раньше, чем иммунная система его грохнет, либо, ну, вот как-то другой сиротип использовать, например. Как с ковидом, вот, да, то есть там было их два. Последний вопрос YouTube от Алекса Кхана. Спасибо за доклад, все предельно понятно. В каком состоянии и какие планы по коммерциализации разработки, сроки, этапы, проблемы? Есть ли уже аналогичные работы на Западе и в каком статусе разработки они находятся? Это прекрасный вопрос. На самом деле мне последнее время уже надоело работать с мышами, как бы, да, мне, конечно, хочется уже там приматов, каких-нибудь свинок. И поэтому мы, конечно, вот, ну, как минимум, сейчас понятно, что мозги и сердце мы будем транслировать. То есть это как бы уже сейчас понятно. И есть и индикации, под которые это можно, как бы, делать. Но это все нужно проводить там до клинику, клинику, то есть нормальные, как бы, испытания. На Западе пока термогенетика в клинику еще не пошла, хотя там немножко уже тоже стал ей заниматься народ. Но там у них, скажем так, их проблема в том, что, ну вот, даже такие сильные группы, как Полина, там, Аникеева, например, они зачем-то используют магнитные частицы, а чтобы, ну, чтобы греть ТРП-каналы, как бы, а ни один регулятор, никакие магнитные частицы в клинику в мозги не пропустит. Это тоже всем понятно. И это такое просто наука ради науки, как бы, получается. Вот. Есть, в принципе, группа, которая сейчас пытается греть с помощью ультразвука тоже каналы в мозгу. Тут, условно говоря, кто будет быстрее, плюс кто сделает какие-то дизайнерские каналы, которые можно запатентовать. Мы вот сейчас над этим тоже активно работаем, потому что в таких случаях лучше не иметь канал дикого типа для коммерциализации. А инвестору всегда привлекательно, если у нас есть канал, который лучше, чем канал дикого типа по ряду характеристик. Вот. Ну, и это отдельный разговор по каким. Я сейчас не буду время даже на это тратить, слишком там долго перечислять. Значит, там такой многостадийный вопрос. Какие стадии? Ну, понятно, до клиника клиника, большие животные, иммунный ответ, соответственно, долгосрочный. Ну, там много, что нужно будет смотреть. Вот. Какие трудности? На самом деле, трудность основная, это над которой мы сейчас, вот я собираю, как бы в разных краях, городах и весях России, пытаюсь найти группы, которые могут и смогут заняться на качественном уровне миниатюризации сфокусированного ультразвука, чтобы мы не с большими аппаратами работали, а с маленькими. И, в принципе, я знаю, что это можно сделать, да, то есть, ну, просто мне сейчас надо такую экспертизу найти здесь. А дальше главная проблема – это будет регуляция, потому что нету пока что в мире прецедентов, когда комбинированно используется генетическая терапия с медицинским прибором. Потому что у вас одна часть этого – это генная терапия, вы вводите вирус, вы вводите ген, что-то там заражаете, значит, этим вирусом экспрессируете ген. А, соответственно, да не, я помню, не беспокойся. У меня уже там коллеги на часы показывают, у нас одного доклада нет сегодня, поэтому мы… Но ты опоздал, поэтому ты пропустил эту информацию. Вот. Так вот, да, вторая часть – это медицинский прибор. Они по-разному регулируются, по-разному входят как бы в медицину, и проблема будет здесь, самая, наверное, основная. Ну, будем как-то решать. Наверное, все, да? То есть я как модератор… А, ну тут еще есть какие-то вопросы, я не уверен, что… Ну, давайте еще один быстрый… Не-не, без микрофона нельзя, потому что у нас в онлайне… Спасибо, спасибо. У меня вопрос. Вот вы сначала сказали, что есть каналы, которые активируются на холод, а не пробовали ли вы, например, охлаждать? Мы – нет. Люди пробовали охлаждать мух, вообще экспрессируя у них холодовые каналы в определенных нейрональных контурах, и просто охлаждая воздух в клетке. А оптически? А оптически охлаждать не пробовали, я не знал, что так можно. То есть это, ну вот, значит, пообщаемся на эту тему с удовольствием. Ну, давайте, самый последний, но дальше, как бы, я лучше дам еще другим спикерам чуть больше времени. Спасибо большое. Парнова, Институт Сеченова. Скажите, пожалуйста, чуть-чуть, вот пару слов, скажите, вот где вы делали скрининг на бета-клетках поджелудочной железы, да? И какой принцип у вас был использован для выбора препаратов для скрининга? Были ли там лекарственные препараты? Да, это все, что мы скринили, это только лекарственные препараты, которые на данный момент одобрены FDA. Это прям такая библиотека FDA-approved drugs. И я так поняла, что получилось совпадение. Те препараты, которые успешно применяются для коррекции глюкозы, они и оказывали у вас... Нет, нет, я вам могу потом отдельно табличку показать, вы, может быть, там увидите, как бы, какие-то знакомые или незнакомые лекарства, как бы, скорее нет. Спасибо. Хорошо, на этом тогда еще раз поблагодарим докладчика.